В Киеве прошло торжественное открытие нового спортивного комплекса, возведенного в соответствии со всеми международными требованиями и стандартами качества. Спорткомплекс предназначен для проведения как всеукраинских, так и международных соревнований. Но в первую очередь это мощная спортивная база для тренировок и занятий студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия. Спортивный объект был построен с применением таких же технологий, по которым создавали стадион Олимпийский в Киеве. Отметим, что сегодня в Киевском институте обучается свыше 2000 студентов со всех регионов нашей страны, а потому важность события нельзя недооценивать. Вместе с президентом учебного учреждения Сергеем Киваловым на торжественном открытии комплекса побывали почетные гости, среди которых народные депутаты и представители Министерства образования. О новом спортивном комплексе наш следующий репортаж. В Киеве открыли современный спортивный комплекс. Новый спортивный объект был построен для студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия. Однако открыт он будет и для студентов других вузов, а также для всех киевлян. Стадион, соответствующий высоким стандартам качества, сможет принимать международные и всеукраинские соревнования. Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов вспоминает, как три года назад на празднике Дня знаний пообещал студентам достойную спортивную инфраструктуру. И слова руководителя не разошлись с делом. Три года назад в День знания мы заложили капсулу под строительство спортивного стадиона. И вы знаете, многие скептики тогда говорили, ну хорошо закладывать капсулу. Выполнится ли это обещание, которое было дано нами в присутствии заместителя министра образования и науки Украины. И я вам хочу сказать, все три года мы работали над этим хорошим проектом. Нет, блестящим проектом. Потому что спорт это жизнь, это движение. А в университете, а Институт интеллектуальной собственности и права, это структурное подразделение Национального университета Одесской юридической академии, ну не было такой спортивной площадки. И мы вот взяли на себя обязательства. Вложили огромные денежные средства, привлекли бизнесменов, которые сделали все для того, чтобы эта грандиозная стройка была завершена. Открытие универсального спортивного комплекса посетили народные депутаты Украины и руководство Министерства образования и науки нашей страны. Наиболее волнительный и ожидаемый момент. Президент Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Рахамия и министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт перерезают ленточку. Комплекс открыт. Инициатор строительства мультиспортивного комплекса президент вуза Сергей Кивалов поздравил студентов и всех, кто поддерживал реализацию важного инфраструктурного объекта. Подчеркнул, что стадион будет открыт для всех киевлян, ведущих активный, здоровый образ жизни. Мы построили этот спортивный комплекс не только для студентов нашего университета, института интеллектуальной собственности. Мы построили его для всех жителей, которые живут здесь. Двери нашего стадиона будут открыты. В присутствии многотысячного коллектива нашего университета хочу поблагодарить в первую очередь, естественно, что министра образования и науки Украины Сергея Николаевича Шкарлетта, который с первых дней пребывания на этой должности и который был поддержан Давидом Георгиевичем Арахами, с первого дня приступил к помощи, разблокировке строительства этого комплекса. Я выражаю мнение 15-тысячного коллектива Национального университета юридической академии. Почетные гости торжества высоко оценили инфраструктуру Киевского института и отметили, руководство Одесской юридической академии в очередной раз продемонстрировало профессиональное отношение к делу, а именно высокие стандарты качества при совершенствовании материально-технической базы. Очень рад присутствовать на этом событии. Мы занимались этим проектом, Сергея Васильевич, наверное, год, да, около, больше года даже. И за это время все немножко стали строителями, потому что это было непросто. Я вам скажу, как это ни странно, будет звучать от представителя власти, но построить что-то в этой стране – это уже подвиг. Когда Сергей Васильевич рассказал, что он хочет построить для университета и всех близлежащих жителей самый большой стадион в Киеве с таким покрытием, чтобы вы знали, это акриловое покрытие, такое единственное сейчас в Киеве, такого размера, которое универсально, тут можно и баскетболом заниматься, и теннисом, и футболом. Причем круглый год и, в принципе, с учетом освещения круглые сутки. То я отнесся слегка скептически, но я до этого не знал Сергея Васильевича, а когда Сергею Васильевичу я приехал в Одессу и посмотрел, что он уже настроил, в принципе, оптимизма сразу же прибавилась. Сергей Васильевич, знаю давно. Знаю, сколько забудовано социально значущих и социально важливых объектов. Это еще очередной раз подтверждение того прагнения поддерживать освещение, поддерживать громаду, поддерживать все важные для державы проекты, до которых залучаются освещения, студенты, граждане нашей страны. Каждый такой объект является вкладом в то, что наша страна приближается до освещения и европейских стандартов. Оскільки мне випала честь сказать третьим, знаете, как при тестовании, то я маю сказать, что ВИВАТ Академия, ВИВАТ, Национальный университет, Одесская юридичная академия. Каждый крок, который делается коллективом, каждый крок, на который подвигается этот коллектив, делает каждого студента социально значущим и важливым в этой стране. Студентам хочу окремо сказать, ставьте перед собой максимально амбитную мету и с гордо поднятою головой крокуйте до нее. У вас все выйдет. С таким керевником, под патронатом таких профессореров у вас выйдет все. Святом вас успехов! Під завершенням хотів би сказати, щоб ви тут развивалися, щоб не тільки юридично, але й фізично, і щоб фізичні досягнення були найвищі на цьому стадіоні. Перш за все, я б хотів подякувати президенту університету Саревисвича Кивалову за черговий реалізований проект, який ми вам обіцяли. Сьогодні вищий навчальний заклад може мати тільки тоді перспективу, коли він створює надзвичайні комфортні умови для наших студентів і безумовно для наших громадян, які живуть тут поряд. Торжественного настроения событию придало вручение почетных наград. Члены коллектива Київського інститута інтелектуальной собственности і право національного университета Одеська юридическая академія получили высокі государственні награди. Звання заслужений юрист України торжественно вручил міністр образовання і науки України Сергій Шкарлет. Також почетні награди за вклад в розвиті образовання і всяческе содійство появлению нових інфраструктурних об'єктов вручил президент Одесской юракадемії Сергій Кивалов. Сьогодні для нас всіх, для Києва, для взагалі великого агломерату, яким є Національний университет Одеської юридичної академії, це велика подія, чергово велика подія, соціальна подія, подія, яка дає поштовх для розвитку студентства, молоді, не тільки Національного университету Київського інституту інтелектуальной власності Національного университету Одеської юридичної академії, а еще и всего района, мешканцов этого района, которые смогут абсолютно спокойно заниматься на этом стадионе. Это внесок освятян, внесок президента Академии Сергея Васильевича Кивалова вместе с всем коллективом развития этой громады. Я думаю, что это очень большая и серьезная подия. Красочная церемония открытия запомнилась концертной программой, которую подготовили студенты Киевского института интеллектуальной собственности и права и эффектным музыкальным шоу под аккомпанемент барабанов. Посетивший открытие министр образования Сергей Шкарлет забил первый символический гол на новом стадионе. Затем почетным гостям провели основательную экскурсию по столичному институту. Во дворе учебного комплекса раскинулся зеленый парк с Карпатской горкой. А в начале учебного года предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский всея Украины Ануфрий осветил место под строительство храма в честь покровителя всех учащихся Сергея Радонежского. Здесь же рядом с учебным кампусом и новым спортивным комплексом расположено современное студенческое общежитие. Представительная делегация осталась под приятным впечатлением от того, в каких условиях учатся и живут студенты Киевского института интеллектуальной собственности и права. Это магнит. Цей університет, він взагалі магнит для всього навколишнього середовища. Вы же видите, что будуются много поверхности. Люди переезжают, я знаю уже несколько случаев, потому что у них есть дети, которые будут тут учиться, тут есть вся незалежная инфраструктура. Не будем зараз портить сюрприз, но будет еще несколько объектов навколо тут. И мне кажется, что таки управленцы, как Сергей Васильевич, дейсно, они показывают вот такой мастер-класс, каким чином можно организовать вот это эффективное державно-приватное партнерство, когда есть что-то для громады, что-то для бизнеса, что-то для освяти, что-то для навколишнего середовища. Мне кажется, что такие приклады нужно подширювать. И если мы за свою каденцию сделаем несколько десятков таких прикладов, то мне кажется, что это будет очень хорошая справа. 100% я уже сказал Сергею Васильевичу, что любая помощь, которая вам нужна в любом части Украины, по таких проектах, я всегда открытый и готовый помогать и включаться в личность. Сергей Васильевич сделал правильный выбор, он сказал, что я запросил только тех людей, которые работали в этом проекту. Я не хочу, там, все, знаете, у победы, много родителей, лишь поражение всегда сирота. И вот тут, ну, саме такий приклад, да, когда мы сейчас собрались, только те люди, которые до этого были долучены, и которые двигали этот процесс вперед. А все другие, нехай, подивляться и сделают что-то подобное. Поэтому мне кажется, что это рольова модель в нашем общественном мире, нехай люди повторяются. Сергей Васильевич, он очень сильный менеджер, мне кажется, он такой метр вообще в развитии юридического образования. Потому что я тоже юрист, и я сегодня об этом говорил, действительно, когда я поступал, я помню, когда еще выбирал, куда поступать, учиться, и мне, когда я спросил у своей мамы, говорю, какой лучший юридический вуз в Украине, она меня назвала один, но топ был, это университет Кивалова, потому что, действительно, когда сила бренда, сила авторитета, она даже выше самоучебного заведения, на этом все держится, этого дорого стоит. Мы думаем, что это и благодарные выпускники, которые работают у нас и в судах, в прокуратурах, и депутаты. То есть, это огромная, наверное, такая школа, которая объединяет в себе юридическую элиту. И именно благодаря Кивалову как раз это все было реализовано. Киевский институт интеллектуальной собственности и права буквально за несколько лет стал одним из самых прогрессивных учебных заведений страны. В институте учатся более двух тысяч студентов со всех уголков нашей страны. В этом учебном году ВУЗ набрал рекордное количество студентов – около тысячи. И это, несмотря на тяжелый год, экономические трудности и пандемию. Здесь не только дают европейское образование, но и заботятся о досуге и быте каждого студента, о возможности развиваться, тренироваться, вести здоровый образ жизни. Все, что делается в нашем униституте, все делается только для наших студентов. И вот за последние, мне кажется, несколько лет мы реализовали очень много проектов. Там Карпатский парк, чудовую еду, чудовое кафе в гуртожитке, спортзале в гуртожитке. А сегодня глобальный, мне кажется, проект – это наш стадьон. Это наш реальный вклад в развитие инфраструктуры города Киева. Одесская правая школа дарит городу Киеву вот такой спортивный комплекс. И я горжусь то, что мы смогли совершить это строительство. И я горжусь, что в это самое тяжелое, экономически тяжелое время мы завершили это строительство. Я слышу иногда политики, государственные деятели обещают, а потом через полгода забывают. Но мы доводим все до конца. Национальный университет Одесская юридическая академия подтверждает статус одного из самых спортивных вузов страны. Учебное заведение подписало меморандумы о сотрудничестве со многими спортивными федерациями, которые представляют в нашей стране популярные и массовые виды спорта. Эта работа дает результаты. В вузе учатся студенты, которые завоевывают награды чемпионатов Европы и мира. Спортивная инфраструктура Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета давно стала местом активного досуга как спортсменов-любителей, так и чемпионов-профессионалов. И очень приятно, что в Киеве одесситы сегодня строят и делают социальные инфраструктуры. Мне хотелось бы отметить, что и для Международного гуманитарного университета очень важно, потому что у нас прекрасная, одна из самых лучших спортивных баз, на которой учатся студенты, на которой они оттачивают свое мастерство. И самое главное, оно еще носит социальную направленность. В Одессе, вы знаете, на 8-й фонтана, на 5-й станции фонтана по адресу Международного гуманитарного университета постоянно проводятся соревнования национального уровня, международного уровня. И смотрю, что Сергей Васильевич, как президент двух университетов, сохраняет хороший, позитивный имидж. И тот стадион, который мы сегодня с вами видим, он носит и социальный характер. Уже совсем скоро, к 30-й годовщине независимости Украины, еще один спортивный, современный инфраструктурный объект. Спортивная площадка для игровых видов спорта появится в Международной академической школе Одесса, где уже сегодня есть современный спортивный комплекс и два бассейна. И министр образования Сергей Шкарлет и глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давида Рахамия изъявили желание посетить торжественное открытие стадиона в школе будущего. Это загальноосвитная школа, но мы должны открыть еще стадион. Это в червне месяце будет еще черговый внесок. Это не только школа, это велика социальная инфраструктура, которая позволяет социализировать сегодняшних детей. Витягнуть их из каких-то таких, ну не очень, мест, что до развития интеллектуального, и завести на те места, где они могут заниматься смартфом, где могут спокойно спілкуваться один с одним. То есть, вы знаете, каждый проект Национального университета Одесская юридичная академия Сергея Васильевича Кивало, он завершается абсолютно позитивными впечатлениями, которые дают нам надежду с абсолютным оптимизмом смотреться в будущее. Сергей Васильевич, как один из лучших специалистов в галузе освяти, понимает, что освита в таком веке – это жизнь. То есть, 80% своего времени люди проводят именно в освятиях. И если это только учение, только парта и лекционная аудитория, то это напеврешение. А для того, чтобы это было таки системное решение, для того треба и дбать про отчинок. И это и про спорт, в том числе, потому что это здоровье. И Сергей Васильевич все сделает таку интегрованную завжди инфраструктуру. Мне кажется, что это очень-очень красивый и красивый приклад, каким чином может поводиться, как государство, которая тоже планирует такие же инициативы, так и другие приватные заклады, которые должны достигать такого стандарта. Благодаря возведенному спорткомплексу, студенты Киевского института интеллектуальной собственности и права смогут тренироваться в комфортных условиях в своей альмаматор. Побывавшие на открытии объекта молодые люди оценили высокое качество выросшего в кратчайшие сроки стадиона. Большинство учащихся – люди, занимающиеся спортом. Новая инфраструктура – новые возможности. Причем не только для учебного заведения, но и одного из самых густонаселенных районов столицы. Хочу сказать, что именно Киевский институт интеллектуальной властности и права Национального университета Одесская юридическая академия не перестает нас каждый день удивлять. И сегодняшнее открытие есть этому подтверждение. Адже мы можем наблюдать открытие этого мощного спортивного здорового комплекса, который станет центром развития, популяризации спорта, здорового способа життя, физической культуры не только для наших студентов, а и для всего левого берега города Киева. И я впевнена, что саме этот спортивный здоровый комплекс станет перлиной Дарнинского района города Киева. Дуже горжусь тем, что я учусь саме в этом институте, адже керівництво нашего института реально делает великий вклад в то, чтобы студенты получили не только хорошую обучение, а еще и развивались разносторонно в разных сферах, как, например, в культурно-массовых сферах, и так же, например, в спорте. Дана подія, например, то, что сейчас у нас открыли данный спортивный комплекс, это реально великий вклад в развитие спорта в нашем институте, наших студентов и даже всего Дарнинского района. Я уже более 8 лет занимаюсь футболом профессионально. Играю сейчас еще в аматорской лиге. Очень рад, что у нас открылась такая возможность в универе еще больше заниматься футболом. Очень хочется играть между универами. В этом университете делают все для нас, для студентов. Тут развивается не только спорт, но и очень хорошие преподаватели. У нас кафе замечательное, и сама инфраструктура хорошая. Стадион при Киевском институте интеллектуальной собственности и права оснащен современной и эффективной системой электроосвещения. С наступлением сумерек юные футболисты не расходятся по домам, а играют, как при дневном свете. Система прошла успешные испытания, и арена хоть завтра может принимать турнир футбольной ночной лиги. Вы обратили внимание, вот по углам нашего спортивного комплекса есть специальные фонари. Здесь мы включали, тестировали его сегодня ночью, как днем. Потому что знаем, что он будет использоваться для всех жителей левого берега. Если им просто удобнее здесь. На правом берегу там есть спортивные стадионы, спортивные площадки, а здесь практически их нет. Следующий этап – подготовка к сдаче второй очереди спортивного комплекса. Здесь разместятся трибуны на 2500 мест, тренажерные и спортивные залы в подтрибунных помещениях. Новый спортивный комплекс, несомненно, станет любимым местом занятий и отдыха студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия, а также будет подарком всем киевлянам, которые любят спорт. Впрочем, одной спортивной инфраструктурой улучшение образовательного комплекса Киевского института не ограничится. Впереди множество новых проектов.